привет всем друзья это робот макс пластик и вот наша встреча сегодня посвящена хореографии танцевальном стиле робот что мы сегодня будем с вами делать мы попробуем с вами сет под номером 2 будем использовать последовательность движения рук и вашего тела а также добавим сюда ритмический рисунок который мы рассмотрели на прошлом занятии рисунок напомню у нас такой раз два три фа и для начала давайте сделаем все это очень медленно и как это происходит мы берем сет номер два берем ритмический рисунок соединяем и на выходе должны получить хореографию выглядит следующим образом раз два три фа и и Субтитры сделал DimaTorzok Что мы сейчас делаем? Мы берем последовательность из движений вашего тела и ваших рук. Причем эта последовательность не строгая. Вы можете двигать только руками, только телом, либо можете их как-то миксовать. Самое важное, что длительности ваших движений, вашего тела, либо ваших рук подчиняются тому ритму, который мы с вами рассмотрели в самом начале. Смотрите, раз, два, три, две дроби, фо и раз, два, три, фо и. Если это делать быстро, выглядит следующим образом. Напомню, мы сейчас с вами импровизируем. Мы двигаем только руками и телом и используем ритмический рисунок. Итак, в полный темп трека. В реальный темп трека. Раз, два, три, фо и. Раз, три, фо и. Раз, два, три, фо и. Этот ритм мы сейчас с вами попробовали сделать в сете номер два, когда у нас двигались только рука и тело. Следующий сет мы можем сделать следующим образом. Рука и голова. Раз, два, три, фо и. Раз, два, три, фо и. И так далее. Либо в реальном темпе. Итак, друзья, что мы сейчас с вами делаем. Сейчас мы попробуем с вами двигать всеми частями тела, но при этом использовать ритмический рисунок, о котором говорили выше. Раз, два, три, фо и. Либо полную скорость. Раз, два, три, фо и. Раз, два, три, фо и. Отлично. Что мы сейчас с вами имеем? Мы как заправские с вами инженеры сейчас имеем тело, которое движется определенным образом. У нас есть программа движения этого тела, это ритм. И сейчас пришло время хореографии. Что же такое хореография? Хореография это не непрерывный набор движений, это не некрасивые движения, это даже не трюки. Хореография это определенным образом упорядоченные движения. Поэтому для начала, чтобы сделать хореографию в стиле робота, я вам предлагаю делать движения, длящиеся всего лишь два такта. Что это означает? Вначале вы включаете музыку, балдеете, как вам хочется, машете руками и ногами, а потом из всего хаоса надвиганных движений пытаетесь вычленить маленький кусочек. И вот этот кусочек у вас желательно, чтобы длился всего лишь два такта. Что же это за время такое два такта и сколько оно длится? Вот играет трек. И время в два такта, это промежуток времени следующий. Раз, два, три, фо и, раз, два, три, фо и. Вот пока я считал раз, два, три, фо и, раз, два, три, фо и, вот этого отрезка вполне достаточно, чтобы, если вы в течение этого отрезка движете руками или ногами, этого достаточно, чтобы вот это все назвать маленьким танцем. Поверьте мне, зритель это тоже человек. И человек не может съесть кастрюлю борща. Борщ мы кушаем с вами при помощи чего? При помощи тарелки. То же самое ваш танцевальный номер. Это огромный океан движений. И чтобы зритель не утонул в этом океане, очень важно зрителю давать маленькие порции вашего танца. И вот такой маленькой порцией является время в течение двух тактов. Давайте просто симпровизируем. Танец на два такта. Раз, два, три, фо и, раз. Два, три, фо и. Вам может показаться, что это немножко скучно и как-то неинтересно. Однако, если вы это будете делать вдвоем, синхрон это всегда магия, синхрон это всегда то, что нравится зрителю. Я вас уверяю, это будет выглядеть очень красиво. Итак, давайте подведем итог. Что мы сегодня узнали? Мы узнали, что хореография это не просто набор движений, а это набор упорядоченных движений. Второе. Мы узнали, что маленьким танцем можно называть время, в течение которого вы совершаете действие. Это время равно всего лишь двум тактам. Третье. Мы узнали, что чтобы придумать хореографию, можно и нужно научиться подчинять и видеть движения различных частей своего тела. Вообще, зачем нужен счет? И зачем так делить весь непрерывный танец на маленькие кусочки? Когда вы танцуете один, и вы участвуете в баттлах, либо фристайлите, вы можете танцевать, как вам хочется. Это полет вашей души. Однако, если вы работаете в команде, очень важно друг другу объяснить, чем же вы двигаете, и когда вы, и сколько вы двигаете. Поэтому вот этот счет и вот та механика, о которой я вам рассказывал, это очень важные вещи, которые, надеюсь, вам помогут в владении не только танцевального стиля робот, но и других танцевальных стилей. На этом наша встреча подходит к завершению. Мы увидимся с вами на следующем уроке. Не ржавеем. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!